Хочу вас спросить об отношениях с США. На оборонном уровне, сейчас политику, на оборонном уровне, мы действительно настолько зависимы от них и можем ли мы в какой-то степени начать процесс освобождения, отвыкания от этой американской иглы? Во-первых, можем. Я хочу напомнить, как историк, что до 1967 года мы совершенно не сидели на этой американской игле, а американцы очень даже наоборот в конце 40-х, в начале 50-х и относились достаточно отрицательно к государству Израиль. Там у нас, если не ошибаюсь, где-то там в конце 40-х годов даже кто-то бомбу бросал в американское посольство в Тель-Авиве, то есть люди здесь вообще возмущались в позиции Америки в отношении нового еврейского молодого государства, да-да-да. И потом они же нам буквально выкрутили руки в 56-м году во время операции Кадеш в Синае, когда мы совместно... Мы тогда же вели войну совместно с французами и с англичанами, и тогда это были американцы тем решающим фактором, который и положил конец вообще всему этому. Мы тогда пытались образумить Насара, весь вопрос с советским каналом. Нет, нет, у нас были очень натянутые отношения. Они изменились где-то уже после победы нашей в шестидневной войне, и потом уже война судного дня, когда они поняли, что мы действительно реально их самый потенциально важный и нужный союзник здесь на Ближнем Востоке. Тем более, что сегодня наша ситуация, она гораздо лучше, чем была до 67-го года. Тут вообще нет никакого сравнения. Но с другой стороны, на данном этапе мы этого сделать, очевидно, так вот раз и как бы с Бенком и Гамарном, как говорится, да, мы не можем. То есть это опять-таки подобные вещи, когда речь идет о целом государстве. Это не результат решения, который принимается за один день. Понимаете? Это нужно все готовить, нужно диверсифицировать наши отношения с различными игроками в мире. С той же Индии, например. Которая действительно, это супердержава, которая постоянно усиливается, с которой у нас замечательные десятилетиями уже наработанные отношения в самых разных сферах. Это нужно использовать, конечно, но пока этого не произошло, увы, нужно признать, что Америка наш самый главный партнер. Для многих, кстати, не увы. Я вот сказал, увы, но на самом деле мы это, в общем-то, извлекли максимальную стратегическую пользу для себя из этих отношений. И поэтому это очень замечательные, очень важные отношения. И нужно понимать, что покуда формат этих отношений именно таков, мы малый партнер, а они самый главный, ведущий партнер и вообще ведущая мировая держава.